Да, но самая горячая точка, тем не менее, на карте мира сейчас Украина, и в частности, юг Украины. Поговорим об этом, как и анонсировали, с военным экспертом Павел Лакичук с нами на связи. Павел, здравствуйте. Доброе утро. Павел, героям слава. Последняя новость, которую хотим с вами обсудить в первую очередь. Стало известно, что вооруженные силы Украины выжгли по меньшей мере 6 российских складов боеприпасов в Херсонской области. В то же время в ВСУ нанесли 4 авиационных удара по скоплению противника, двух опорных пунктов и складу боеприпасов в Береславском и Херсонском направлениях. То есть ситуация там накаляется, обостряется со всех сторон. Дайте оценку, пожалуйста, тому, что там происходит, что вы видите и кто на кого в итоге наступает. Потому что сначала говорили о нашем контрнаступлении, сейчас говорят о том, что и войска оккупантов готовятся к чему-то нехорошему. Объясните, пожалуйста. Наши войска, очевидно, готовятся к активным действиям на южном направлении. Это можно легко увидеть по карте ударов Хаймарс и дальней артиллерии ВСУ. Где, в принципе, большая часть, две трети ударов наносятся на юге. И, в частности, на юго-западе, на Херсонском направлении. Это свидетельствует о том, что вооруженные силы Украины осуществляют подготовку планомерную по уничтожению логистических цепей противника. Что должно передавать наступлению. Что касается противника. Большая часть, половина, точнее так скажем, половина сил врага остается сосредоточенной на выступе на Краматорск-Бахмут. То есть, можно сделать вывод, что враг не отказывается от продолжения наступления на Востоке. Это свидетельствует и характер боевых действий. В принципе, основные удары противника за вчерашний день, за ночь, были именно в этом районе. Южнее или севернее, но в целом на восточном направлении. Одновременно враг пытается передислоцировать значительную часть своих сил с Востока и с северо-востока на юг, на Херсонское направление. Безусловно, с одной стороны. То есть, он готовится тоже к событиям на юге. И по форме группировки сил, это может быть наступление как на Запорожье, так на Николаев или на Кривой Рог. При этом, однозначно понятно, что при таком раскладе сил, какой сегодня, сразу наступать враг не будет. Либо наши начнут наступление, он будет обороняться, либо для того, чтобы начать наступление, ему придется разбираться с той группировкой наших сил, которая наносит удары и осуществляет контрнаступательные действия. Получается, что большого столкновения избежать невозможно в этом регионе. Мне интересно, как вы оцениваете сейчас возможности наших сил? Потому что, буквально вчера Алексей Арестович, советник главы Офиса президента, внештатный, сообщал о том, что 4-5 пар наших истребителей залетали на территорию, даже по непроверенным данным Левобережной Украины, абсолютно безуспешно не срабатывало или срабатывало неэффективно ПВО оккупантов. То есть мы контролируем в небе эту территорию. Означает ли это то, что их попытка штурма, она обречена на поражение, раз у нас уже есть контроль над небом в этом регионе, чего и даже обсуждать не стоило в первые месяцы войны? Ну, во-первых, повторюсь, попытка штурма, попытка наступления россиян на этом направлении возможно только тогда, когда они как-то смогут нейтрализовать нашу группировку, которая ведет на самом деле медленные, ползучие, я бы сказал, ожесточенные наступательные бои. И действия по отсечению правобережной группировки противника за Днепро. Поэтому, ну, я не знаю насчет наступления врага на этом направлении. Мы должны однозначно понимать... Украинская армия готова дать достойный... Вот мы об этом и хотим как раз вот об этом поговорить. Понятно, что украинская армия на тех направлениях, в том числе на тех направлениях, серьезно укрепилась. И враг, да, и вот родственники некоторых военных российских, которые нас смотрят, должны понимать, что любое движение в сторону там Николаева, Кривого Рога, будет стоить российской армии очень дорого. Да, можете оценить, как много сейчас там сконцентрировано войск и как много может быть уничтожено вот этой хорошо эшелонированной украинской обороной? Ну, я даже говорил бы нехорошо эшелонированной украинской обороной, я бы сказал, что украинская армия тоже готовится к наступлению на этом направлении, о чем свидетельствуют не только попытки и успешные попытки овладения рядом плацдармов на левом берегу Днепра, так и отсечение той группировки сил, которая скопилась на правом берегу Днепра в районе Херсона, разрушение ее логистики. Это значит, что враг может оказаться в мешке, и эта группировка сил, которая вполне может быть отрезана от россиян, она значительно больше у них, чем даже та группировка вооруженных сил Украины, которую они окружили в свое время в Мариуполе. Это будет серьезный удар по противнику. Павел... Не хочу заглядывать наперед, но это может быть и переломный момент всей военной операции. Да, будем этого ждать. Конечно же, в первую очередь для того, чтобы отметить успехи наших военных. Павел, была также информация ранее о том, что на 11 сентября, на 15 сентября оккупант готовит референдум на Херсонщине. Но вот опять-таки, ссылаясь на слова Алексея Арестовича, есть информация о том, что до Дня Независимости Украины якобы оккупант хочет провести так называемый референдум. Такой привет передать нам на 24 августа, в день празднования Дня Независимости Украины. Скажите, могут ли быть у них вот такие мотивы, по максимуму захватить территории в ходе тяжелых боев, для того, чтобы быстро провести там референдум? Верите ли вы в такой возможный сценарий? Все эти фейковые референдумы, я еще в Севастополе в 2014 году убедился, что со словом референдум, те мероприятия, которые проводят российские военные на оккупированных территориях, никакого отношения не имеют. Вспомним, 2014 год фактически к референдуму готовились на бумаге, готовили его результаты без участия самих голосующих, несколько раз их отвозили в Москву, пока их не утвердили в Москве. Несколько раз переносили сроки этого референдума. Это абсолютно было никак не связано с самим процессом голосования. Павел, я прошу прощения, скорректирую, просто вопрос, мы вопрос легитимности этого референдума, конечно же, не ставим вообще как предмет разбора, потому что, ну, это ясно, что это оккупация в первую очередь. К вам, как военному эксперту, интересно ваша точка зрения, могут ли Россия сделать ставку на последний бой, после которого они попытаются зафиксироваться этим референдумом, и все. Вот в такой сценарий и ход вы верите? Вполне, вполне верю. На самом деле, еще раз повторюсь, референдум, как такая точка, им не очень нужен. Они могут огласить его в любой день, даже сегодня, завтра или послезавтра. Понятно, понятно. Спасибо, Павел, военный эксперт Павел Акичук, с нами был на связи. Спасибо.